Итак, друзья, сегодня мы едем в маленькое путешествие в город Риумар. Посмотрите, интересный дом. Вот вы ехали на дорогу платную, полиции пока нет. Машины едут, поэтому, в принципе, у нас все нормально. Леш, это пока весь бесплатный. Мы дальше съедим на платную дорогу. На платную? Потому что при выезде из Солу на платку, когда заезжаешь, больше шансов, что попадется полиция. А, вот так, да? Там на спиталете будет сразу же видно кольцо, то есть там только пойдем. Если есть, то едем прямо, а если нет, то съезжаем на платку. А, вот так, да? Все, все, отлично, да. Итак, вот проезжаем красивые горы. Мы выехали на платную дорогу рядом. Едем в сторону Маленсии. Это Адамка здесь. Адамка, да? А здесь Ак-Урт для воды. Резервант для воды. Дорога у Камури идет прямо. И вот, друзья, мы пришли прогуляться. Вот местечко Майям Плай. Смотрите, как красиво. Прям вода прозрачная. Отлично. Вот здесь дом прям стоит рядышком. Прям шикарное солнце. И вот, друзья, какие пляжи классные. Шикарные сейчас закрытые. Прозрачная вода прям. Рай. И вот, друзья, мы пришли на рынок. После карантина. Точнее, еще в карантин. Но уже рынок работает. Разрешают ходить. Продолжение следует... А, вон, видишь, это же... Да, расстояние сделал. И вот, друзья, эти расстояния, чтобы не подходили близко. Все. Переградили. Рынок уже. Два метра друг от друга. Чтобы близко не подходили. Так вот, новые изменения на рынке. Тоже. Как и везде. И вот, гуляю по рыночку. Пока он работает на 30% получается. Видите, вот так, горожной всякой пленкой. Не подойдешь близко. Все четко. Народ боится заразиться. Вот одна полоса. Ух ты, черешня какая. Вкусная. Но потом черешни, может, возьму. 3,95. Вот, друзья, уже черешня появилась. Такая крупная, большая. Что-то ел тогда последний раз ее. Тоже такую крупную. Она вообще какая-то не... Безвкусная какая-то. Где-то ее, видимо, в теплицах выращивают. Не пойми чего. Вот. Много всего. Яички домашние. Тащить не хочется отсюда. Все, это здесь только все чаще за кэш. Хотя, бывает, некоторые покарочки принимают. Но чаще за кэш. Все-таки. А кэш для меня получается дорогой. Чтобы снять деньги в банкомате. Большой процент бьет Сбербанк. Поэтому мне проще в магазине брать. Все-таки. 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 друзья черешни сейчас урожай прям идет дофига продается уже по 2 евро и по евро 99 даже видел а И вот, друзья, видите, 2 килограмма за 3 евро. В общем, полтора евро получается килограмма, если берешь 2. Вот напишите, какие в комментариях, сколько черешни стоит в России сейчас, я даже не знаю. Видите, здесь вот по полтора евро, может, килограмма. Получается полтора евро по 120 рублей на русских, если перевезти. Даже не, даже меньше, наверное, по 100 рублей примерно. Так что ценник хороший. Ну, вот тут лимоны по 99 центов, да, дешево достаточно. Не хочется мне тащить лимонов отсюда. Вообще, тут цены, конечно, друзья. В общем, здесь до 15 евро, можно сумочку набрать так хорошенько. Хорошую такую. Здесь цены, конечно, в 2 раза дешевле, чем в магазинах будет. Ну, вот из-за того, что тащить не хочется все это дело, поэтому я вот сильно не беру. И, соответственно, только за кэш. А для меня кое-же дорогой, поэтому мне проще и магазины брать, наверное. Он, видишь, даже апельсины есть по 75 центов. Видишь, какие цены хорошие здесь. Я как-то раз в Mercadone брал по акции по пол евро тоже апельсины по 60 центов. Поэтому здесь такие ценники, в общем-то, на какие-то вещи вообще хорошие. Прямо, если так вот, в принципе, бюджет такой очень напряженный, небольшой. В общем, здесь можно так дешево питаться достаточно. Опять другая немножко черешня. Это подороже, она может даже получше будет, не знаю. В общем-то, с разных производителей. С разных мест. А вот тоже, видите, тоже евро 50 черешни килограмм. И вот, друзья, мы вышли погулять в Тарагоне, в порт. Стоят такие яхты, лайнеры. Красивая такая, здоровая стоит. Уже здесь люди гуляют, правда, в масках. Точнее, на мордиках я их называю. Но уже можно спокойно ходить по порту. Прогуливаться. Пришли мы в святой площадке. Такой здесь красивый вид. Видите, даже он видишь на пляже. Даже кто-то купаться он полез. Видите, хотя бы сейчас запрещено купаться. Может, только ножки помочить можно. В общем, непонятно до конца. Люди гуляют. В общем, мы думали, тут нельзя вроде бы выходить. Хотя, видите, люди все равно ходят. Так что все нормально уже. Уже спокойно можно гулять. Но народу не так много. Не знаю, с чем это связано. В связи с закрытием границ пока еще. Может быть, мало гуляют люди. Непонятно. Итак, друзья, Тарагона после карантина. Смотрите, как здесь после карантина. Все кафе забитые. Пойдем чуть-чуть, может, здесь пойдем. Ага, вот это такой центр. Сарах. Ну, один из Сарах, да, тут. Еще выше. Видите, все рестораны работают. Столик не найти. Вот каталонские флаги висят, как и раньше. Все столы заняты, чтобы покушать. Все люди гуляют. Так что уже все, карантин заканчивается. Завтра начинается уже вот новая фаза. Точнее, перед фазой такой можно считать второй. Уже завтра отречена рыбалка, как сказал нам приятель. Столько людей, друзья. Ну, вон, как круто все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И вот, друзья, вчера меня остановила полиция. Заставили меня дышать на машине. Видите, вот. Дышал в трубочку, она одноразовая. Вот с таким вот пакетиком. Прям выдают вам ее. И оставляют вам ее, как в сувенир оставляют. Вот дышал вчера прям очень там. Он говорит, давай вдыхай воздух глубже. Давай дыши. Подышал, у меня оказались все нули. Вот, все нормально было. Но так, в общем-то, они докопались. Проверили права. Международные права показал. Все нормально. Трасса у меня с собой не было за гран. Ну, он сказал, извините, вот здесь живу. Он говорит, не проблема. Все нормально, езжайте. Так что, друзья, вот. Будете на алкоголь вас будут проверять. Вот такие вот штуки вот они дают прямо. И дышать в них нужно. По-моему, там 0,25 промилля должна быть. Если выше, соответственно, вы попали на деньги. На штраф. Сейчас, в такое непростое время, я пытаюсь не стрессовать и поддерживать гармонию. Моя супруга Юлия, хоть мы и на расстоянии, пишет картины и дарит гармонию другим через краски. Хотите зарядиться новыми эмоциями и вдохновиться яркими красками? Посмотрите ее творчество. Я и она будем рады вашим отзывам. Желающие приобрести картины, оставляю контакты и инстаграм Юлии под роликом в описании. Переходите, звоните и подписывайтесь на инстаграм. Юлии. Счастливо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон